Это был мой кабинет, первый самый. Стоматологическая клиника для детей, а в 80-х здесь базировалось краевое радио. На тот момент печатный журналист Лилия Рачковская устроилась сюда работать с организаторами радио. Других вакансий не было. Скоро она поняла бессмысленность этой должности и добилась ее упразднения. Прошла экзамен и получила доступ к микрофону. Вообще-то считается, что журналист через пять лет должен менять место работы. Иначе он закостенеет. В общем, с тех пор я не меняла место работы. Я никак не могла даже себе представить, что я буду всю оставшуюся журналистскую свою практику работать на радио. После газеты пришлось привыкать, что сказанное в эфире слово не воробей, что собеседника нужно успокоить перед записью. В первые же годы работы за программу «Диалектика перестройки» Лилия получила журналистскую премию. Возможно ли такое сейчас? Сейчас такое время, когда нельзя все сказать, что ты думаешь. Если кто-то хочет работать, либо в YouTube уходят, либо они фильтруют, что идет в эфир. Внутреннее ощущение, что это уже не журналистика. Это еще на местах больше журналистика, а это не та, или не та журналистика. То есть профессия, которую я получала, она была иная. И вот я не уверена, что сейчас я кому-то бы советовала идти в журналистику, потому что это больше пиар очень часто. Мы боролись за действенность. Вот наше слово, как оно отзовется. Что-то будут приняты меры, и тогда принимались меры. Например, в одно из сел спустя месяц вернули электричество. И таких историй десятки. Однако в памяти передача в День Победы 87-го года об отношении барнаульцев к войне. Самая эмоциональная работа, говорит Лиля. А лучший сюжет Рачковской тот, который не вышел. Он затрагивал афганскую войну. Я делала все добросовестно. А там уж как получалось. Но стыдно мне не было. Чем мне современные журналисты не очень импонируют. Потому что они прибегают, пять минут записывают на мероприятие и уходят. Покинула радио она в 2010-х, когда краевые эфиры сократили по времени. По мнению Рачковской, региональное радио всегда было острее и качественнее. А на Алтайском выросли поколения профессионалов. Кстати, Лиля Рачковская просила передать. Приемниками она довольна. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский. День с толком. Анастасия Дороган, Вадим Быстревский.